привет друзья мои с вами как всегда анатолий и сегодня я посмотрел интересное видео от константина белого это видео называется какая каменка лучше открыта или закрыта и когда я посмотрел я понял что я хочу ответить на это видео дисом своим так сказать с чем-то я не согласен с чем-то согласен в общем я решил полностью как я умею это делать ответить вот прям вот по чесноку я взял папку в этой папке я сложил свои рисунки вот они кстати то видео о котором идет речь она будет внизу там вот при оттачена посмотрите его вначале рекомендую очень хорошее видео ну и в общем то мои ответы по бани по черному я полностью согласен это самая первая баня самый первый тип бани но если честно мне городскому жителю не нравится бани по черному очень уж там костром пахнет вот второй тип рассматриваемых печей кирпичка тоже полностью согласен у кирпички есть свои плюсы но есть и свои минусы в самый большой минус который отличает кирпичные печи от печей промышленных производств это качество найти качественного печеника который сложит вам печь из кирпича это достаточно сложно а если найдете хорошего то потребуется достаточно большой бюджет денег собственно еще раз пройдусь по типам печам в бане по черному огонь горит и в огне лежат камни потом дрова убираются и на камни льется вода в кирпичной бане там кирпич является теплоаккумулятором плюс лежит закладка камней на которые также подается вода в общем что здесь камни что здесь раскалены до сверхвысоких температур ну вот тут вообще вопросов никаких все верно ну опять это на мой взгляд а что касается следующих печей печей с открытой каменкой значит первый тип печей которые вообще изначально пошел это самая обычная открытая каменка внизу горит огонь на стальных пластинах лежат камни на них подается сюда вода здесь камни охлаждаются воздухом поэтому они холодная вот в общем то это стандартные печи если вспомнить их название то это что-то типа сибири сахары вот таких вот печей которые были придуманы лет двадцать назад то есть старые как дерьмо мамонта но в общем то я их не люблю потому что у меня у самого была такая печка компакт и ну в общем 10-15 минут там можно просидеть а дальше уже просто ну ну ладно 15 вряд ли но 10 минут я сижу а дальше уже от подачи воды и от того что на пар крупно дисперсной они мелкодисперсной сухой сжечь начинает горло в общем полнейший дискомфорт второй тип печей который придумала фирма теплодар это открытая каменка вентилируемая это печь русь то есть у нее во первых много ребер и камни нагревается от большего количества ребер чем здесь вот и также идет подсос воздуха горячего который тоже как бы камни нагревает у меня так кажется то что воздух горячий который нагревается от топки но не настолько горячий чтобы раскалить данные камни там до температуры 500 градусов тем кто интересуется печи русь рекомендую почитать почитать обзор этой печи тестирование этой печи которая проводила компания рус пар но я думаю тоже ссылочку внизу расположу дальше а вот дальше константин сюда подрисовал воронку до через которую подается вот вода и типа это ну и здесь как бы закрыто все и типа это закрытая каменка это немного не так то есть это совсем не так сейчас я вам буду рассказывать о типах закрытых каменок значит первая закрытая каменка которая мне стало известно это у печи гейзер но печь гейзер обычная она уже снята с производства и сейчас это ангара 2012 гейзер 2014 но это видео я снимаю 2015 году что дальше будет неизвестно значит вот закрытая каменка термофора это печи ангара 2012 гейзер 2014 здесь горит огонь и огонь не просто нагревает низ он огонь охватывает и сгоревшие газы охватывает полностью вот эту вот закрытую каменку в которых лежат камни вот так же есть так скажем декоративная каменка открытая да но по большей степени пар аккумулируется вот на этих камнях соответственно еще раз по видео константина пройдусь то есть не получаем мы вот от этих вот камней горячий пар раскаленная получаем вообще со всех камней одинаково хорошо прогретых которые находятся в закрытой каменке вот это каменка термофора значит следующие следующие следующая каменка это каменка теплодара это печь допустим кубань тут каменка находится виде трубы которая расположена не как вот здесь то есть не вот так вот расположена а вот так вот значит здесь вода поступает вот через этот заливное отверстие попадает на желоб в желобе находятся отверстия как в душе и вода попадает на раскаленные камни камни здесь также хорошо раскалены как и здесь потому что огонь охватывает также всю каменку и тоже сверху тут находится декоративная каменка открытого типа вот это каменка теплодар ну какая каменка лучше это или это мне кажется что это почему потому что здесь пар от воды идет вверх а здесь пар от воды идет в бок то есть здесь можно если подойти сбоку ну в общем паховую свою область обдать паром хорошо а вот когда сверху идет то все нормально вообще никаких вопросов следующая каменка это закрытая каменка от фирмы вера это печи вера бренд значит у них есть одна единственная сейчас печь на 2015 год закрытой каменкой это печь называется комфорт значит тут ситуация следующая вода подается специально скажем дозатор воды который имеет две полости через одну полость она проливается на закрытая камена на закрытую каменку вот здесь вот другая часть воды попадает в желоб такой же как здесь и тоже по отверстиям попадает на камни то есть площадь воды здесь который охватывает камни что здесь что здесь больше чем здесь значит каменка вот это закрыто опять же мне нравится больше чем теплодара по той причине что пар идет вверх они куда-то в бок да то есть более безопасно как мне кажется следующая 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 печка с закрытой каменкой это закрытая каменка и парогенератор фирмы костра костер есть такая фирма которая делает печь закрытой каменкой она очень простенькая то есть вот здесь вот находится закрытая каменка это такой прямоугольник кстати у и у фирмы вера это тоже в виде прямоугольник многоугольника так скажем вот то есть это не просто прямоугольник а здесь еще такие скоса это нужно для того чтобы там не повело закрытую каменку и для большей площади нагрева значит здесь также нагревается и сверху из боков идут и уходит в дымоход газ сожженный значит также как у теплодара подать пар идет в бок поэтому воду подают сбоку но только без дозатора тут нет дозатора просто открытая дверца это стандарт многих закрытых каменок печей которые делаются из чугуна или из углеродки когда открывается дверца в нее сбоку поддается из ковша вода вода попадает на камни и получается пар высокотемпературной и мелкодисперсной сухой пар вот в отличие от всех других печей каменка есть у костра как декоративная так интересная особенность печь очень вытянутая она высокая и камни закладываются по всему по всей площади печи во всей площади топки и когда вы льете воду сюда то как бы производитель говорит о том что здесь будет тоже горячий пар опять же обзор печи костра только без по без закрытой каменки обычно вот именно там где стоят высокая каменка она также есть на рус паре тоже протестирована но отличие вот этой печки от всех предыдущих том что здесь есть свой парогенератор так называемая пластина то есть газ сожжена идет от вверх 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 и уходят в дымоход и вот в этой вот части где проходят газы в топке приварена пластинка из нержавейки вогнутая и когда вы подаете на нее воду вы получаете также сухой мелкодисперсный пар правда небольшом количестве потому что объем этой пластины достаточно небольшой ну примерно как две ладони вот такие вот теперь мы плавно переходим к парогенератором значит первый парогенератор который я видел в своей жизни это парогенератор теплодара у него есть заливное отверстие то есть сюда вот мы льем воду она попадает на пластинах там не 4 как я нарисовал их может быть больше может быть меньше но не суть в этом то есть вот к одной стороне и стопки приварена пластина по ним идет вода на этих пластинах она испаряется дальше у печей вера есть линейка печей которые называются пар по белому казачка у которых есть свой собственный новый отличный парогенератор который мне очень нравится его отличие от парогенератора теплодара заключается в том что парогенератор находится на трех стенках и сделан не видео таких вот приваренных пластин одна над другой а в виде желобов из нержавейки на них попадает вода то есть вы заливаете воду она в большом количестве попадает вот сюда и начинает испаряться та часть воды которая не испарилась падает вниз на следующий парогенератор здесь она также испаряется если она вдруг и тут не испарилась падает на следующие так в общем таких вот направляющих много то вода которая не испарилась если вы начали переливать воду она попала закрытую емкость которую открываете и выливаете то есть все более продумано чем здесь это опять же мое личное мнение вот соответственно парогенератор давайте сравним ну в общем то плюсы и минусы парогенераторов и закрытой каменки чтобы не говорить лишний раз букву f вспоминая в чем там отличие а просто себе выписал с одной стороны закрытая каменка а с другой стороны парогенератор чё лучше значит у закрытой каменки какие плюсы есть ну во первых это классический способ нагрева многие покупатели они говорят вот нам нужна каменка то есть при убедить их на парогенератор невозможно потому что пар должен исходить от камней окей считаем это плюс дальше большая закладка камня это соответственно большая масса теплоносителя это тоже плюс дальше это долго не остывает относительно парогенератора потому что это большая закладка теперь минусы это пыль от камней то есть с течением времени камни начинают пылить печь надо вынимать камни обязательно раз там в два года хотя бы мыть их мыть каменку но в общем это нормально но это минус небольшой дальше у многих печей идет деформация топки и деформация топки за счет того что большой вес давит на стенки топки и даже частенько не спасает от деформации ребра жесткости также деформируется сама закрытая каменка поэтому я считаю что самая лучшая закрытая каменка именно по деформация это каменке термофора и теплодара говорю именно о параметре деформация потому что у них они сделаны в виде цилиндра а цилиндр в отличие от многоугольника он лучше держит деформацию дальше минус такой что нельзя использовать не отфильтрованные настои это те настои которые делают заваривая там листья и прочие вещи можно использовать ароматизаторы или фильтровать настой то есть вот такие вот плюсы вот такие вот минусы есть у закрытых каменок ну используются они еще раз повторю для того чтобы получить высоко мелкодисперсный высокотемпературный пар дальше тот же самый высокодисперсный и то есть ну мелкий мелкий сухой легкий пар также получить можно из парогенераторов какие у парогенераторов плюсы есть во первых пар абсолютно чистый он не с камней получен а с нержавейки таким образом никакой пыли и взвеси мелкой нету в парилке дальше есть возможность использовать настои то есть там все так сделано интересно что если вы заливаете даже настой с листьями в которых в листочке там в воде лежат то следующим следующей подачи воды вы эти листья вымываете из этого парогенератора ничего там не горит не тлеет как в если бы залили настой с листьями в закрытую каменку там где горячие камни лежат дальше у парогенераторов самый быстрый нагрев то есть вот закрытая каменка ну по своему опыту это где-то печь надо топить час то есть минут 40 летом и где-то полтора часа зимой а печь с парогенератором там все намного быстрее раза в полтора потому что стенки из нержавейки нагреваются намного быстрее чем массивная закладка камней этот плюс дает сразу же и минус он быстро остывает то есть вот тут я не согласен полностью с константином что камни в закрытой каменке быстро охлаждаются от больших поддач воды ну по моему опыту все примерно одинаково то есть что ты там дал 68 нормальных подач в закрытую каменку и дальше начал топить печь чтобы ко мне опять стали горячими что-то полил теми же тем же объемом воды парогенератором остыл те опять надо топить печь чтобы пластины нагрелись тут абсолютно одинаково вот честно на мой взгляд и теперь я думаю рассказать знаете что а какая вообще печь была бы идеальная вот с точки зрения маркетинга продаж и с точки зрения конечного пользователя то есть той печкой было бы супер удобно пользоваться какая печка провала бы в клочья в лоскуты и на британские флаги все остальные печки из нержавейки это печка которая бы имела в себе закрытую каменку от термофора с выходом пара вверх и имела бы цилиндрическую форму сверху бы место где проходят горячие газы стоял стояла пластина костра пароиспарительная а по бокам самой пищи стоял парогенератор фар по белому вот такая вот печь на мой взгляд была бы идеальная да она бы была немного подороже мне из-за того что здесь используется ну труд рабочих больше металла больше всяческих конструктивных особенностей сложнее но именно вот такая вот печка была бы просто супер у которой была быть закрытая каменка и пластина пароиспаряющая и парогенератор то есть вот такую печку черт подери можно было бы один раз растопить сначала использовать верхний парогенератор потом использовать парогенератор пар по белому в это время камни там уже нагрелись и использовать и закрытую каменку и тогда было бы ну просто супер эта печка была бы супер экономичная по дровам и давала бы хороший пар вот значит еще хотел бы на чем заострить внимание ну просто подвести итог значит и парогенераторы и закрытые каменки это очень хорошее решение что лучше ну решать покупателю голосовать рублем и те и те печки хороши просто нужно знать что печи это как автомобили они с каждым годом становятся лучше и лучше но многие производители не снимают печи с производства потому что есть люди так называемые в интернете олдфаги которые купили один раз печь 20 лет назад и хотят точно такую же их ни на какую другую не переубедить вот для них выпускают нам старые модели печей вот а те люди которые покупают первый раз печь или те люди которых можно переубедить на более интересную печь вот для них идет как раз постоянное обновление тем более сейчас экономический кризис и все печные заводы заинтересованы в продажах для этого они разрабатывают новые печки чтобы быть лучше чем конкуренты мне это видео дается легко и просто по той причине что да вообще рассказ по той причине что в принципе торгую всеми этими печами то есть я не представитель завода там вера не представитель завода термофор не представитель завода теплодар это все есть в ассортименте и магазина жар парком поэтому я просто отговорю по чесноку как я вижу себе ситуацию а ваше дело уже продумать решить для себя вопрос какую печку вы хотите купить еще раз смотрите обзоры рейтинге банных печи они тоже выложены на youtube читайте форум форум хаус там баня форум то есть относитесь к покупке печени как к покупке там кастрюль домой это вы покупаете автомобиль с различными техническими характеристиками на одном будет вам удобно ездить быстро и безопасно и комфортно на другом вы будете трястись проклинать все и говорить будь проклят тот день когда я купил данную печку вот в общем это был анатолий с вами всем пока всем привет и еще раз если вот кто-то сделает вот такую вот печку из нержавейки ну я сразу и поставлю в магазин но боюсь тут уже куча вещей запатентовано но посмотрим как будут плясать девушки да кризис я думаю все поставят на свои места и все возможно может будет и такая печка всем пока